Итак, что же было такого в Java за это время? Во-первых, в 11 Java, как по моему скромному мнению, добавили наконец-то ключевое слово var. Когда я первый раз вообще увидел про это ключевое слово, я работал на проекте, на котором были дичайшие портянки типов и буквально строка, грубо говоря, одной переменной выходила далеко за рамки того, чего тебе вообще идея показывает, как стоит делать. И поэтому я такой вижу var и думаю, блин, это классно. Нейминг уменьшается раза в два. И это, блин, читаемо. Это очень удобно сопровождать, это удобно писать, это удобно читать. Но еще я общался с своим дружочком .NETчиком, и он сказал то, что у них есть такая прикольная штука, не знаю, может это тоже Java добавит, может нет, когда ты вначале пишешь тип, и потом просто new и круглые скобки. Также в 15 Java релизнули текстовые блоки. То есть раньше, например, мультилайн какая-то строка, она была дичайшей болью, если там не простой формативник, как у меня на примере, а какая-то более сложная, я не знаю, там вставки, стрингов, интеджеров, все это сложно выглядит, ужасно, тяжело читать, боль. И теперь есть вот такая чудесная штука, как ты тремя двойными кавычками открываешь, закрываешь, и внутри пишешь что угодно, и это у тебя строка. Супер. Я считаю, супер. В 16 Java добавили Record Types, если каратенчик, это вот такая штука. Попозже приведу небольшие вам примеры для того, чтобы более было понятно, что это такое и как его едят. И в 17 Java добавили Seelot классы. Опять-таки пример будет чуть-чуть попозже. Вкратце, это просто, грубо говоря, добавили пару ключевых слов. К 19 Java уже наконец-то есть адекватный паттерн-матчинг для Switch. Потому что, я пример позже опять-таки покажу, раньше Switch выглядела как дичайшая боль, где можно было спокойно забыть про Break и стрянуть себе в ногу. Как бы это убрали, это круто, это теперь выглядит очень лаконично, и хотя бы нормально читается. И также добавили виртуальные треды. Тоже будет чуть попозже пример, сравнение их с тредами физическими, чем они получше и вообще все такое. Вот. И также добавили поддержку архитектуры Disk 5, чтобы была. Добавили такую штуку, как Vector API. Она еще, к сожалению, в превью режиме. Вот. Как и все это. Но по словам как бы разработчиков, тех, кто делает Java, она должна сильно ускорить, заметно ускорить какие-то вычисления параллельные. Так что, не знаю, надо будет посмотреть. Что же тут скажут скалисты? Скалисты скажут свое любимое слово. Но ведь это уже все было. Но есть один нюанс, как в старом добром анекдоте. Чего же у нас в скале не было? А в скале у нас не было высокой популярности этого языка среди как бы статистики, собранной по интернету. Так что уж извините, но... Ну ладно, шутки шутками, но как бы все молодцы. Итак, начнем с примеров. Switch. Как у нас раньше выглядела конструкция Switch. Если мы, например, хотели сделать хоть какой-то pattern matching, например, посмотреть, какой у нас exception, предположим, как в этом примере. Для начала нам нужно было завести нам, закинуть туда все нейминги этих exception, потом сравнивать с ним. Обязательно выставлять брейки, чтобы ничего не пошло криво. Выглядит стрёмно, плохо и некрасиво. Как это выглядит теперь? Теперь это выглядит идеально. Ты просто засовываешь туда переменную, которую хочешь проверить. Можно проверить ее на типы, можно проверить ее на значения и сделать то, что тебе нужно. Выглядит гораздо компактнее и, блин, ну, тупо удобнее читать. Но еще немаловажная штука. Занесли ключевое слово yield, и как бы теперь в Switch можно возвращать результат в переменную. Раньше это было делать нельзя. Дальше. Добавили record-классы. Как у нас раньше выглядели вообще классы? То есть мы объявляем класс, мы объявляем отдельно переменные. Для переменных нужно прописать getter и setter. Какие-то им нужно накинуть на них условия. Это выглядело тоже, блин, громоздко. Ненужный boilerplate. Да, у нас, конечно, есть ламбок с его data-аннотацией, но не всегда впрод можно засунуть ламбок, если его там нет. У меня был пример, когда было куча мест, куда бы хорошо зашел ламбок. Я говорю, ребят, давайте ламбок сделаем. Нет, этого типа полиси не разрешают заносить депенденции ламбока. Почему? Непонятно. Что они сделали теперь? Они сделали потрясающее объявление record-класса в онлайнером. То есть, что у нас это дает? Это у нас полностью заменяет data-аннотацию у ламбока. Мы просто перечисляем, какие у нас есть поля в объекте. И при инициализации проставляются им сразу значения. Все классно. Getter есть. Все здорово. Замечательно. Кроме одного, к сожалению, там нет сеттеров, потому что все поля с модификатором final. Так что, один раз объявил и работаешь. Ничего не меняешь. Добавили sealed-классы. Что такое вкратце sealed-классы? Если ты объявляешь какой-то класс как sealed, ты обязательно должен перечислить, кто может наследоваться от этого класса через пермитс, ключевое слово. То есть, соответственно, только то, что было перечислено, может наследовать этот класс. Те классы, которые объявлены в качестве пермитсов, они обязательно должны быть либо final, либо sealed, либо non-sealed. И важный момент, что sealed-класс, он обязательно должен иметь наследников. Так что не получится просто без пермитов объявить его силами. Так работать не будет. Собственно говоря, виртуальные треды и платформенные треды. Тут мы видим платформенные треды. И из-за того, что у меня маг, я попытался сделать 10 тысяч, он у меня ругнулся, сказал, все, ничего не работает, я тебе ничего не буду делать, памяти нет, ничего нет, иди. Когда я смотрел презентацию, собственно говоря, этих платформенных тредов, виртуальных, точнее, виртуальных тредов, один умный мужичок из джавы, он таки завел 50 тысяч. Почему он их завел? Потому что у него была виндовая машинка, и он специально сделал нотацию, то, что на маках там что-то порядка 4 тысяч только можно завести, иначе работать не будет. Но как бы в сравнении он показал то, что время отработанное было гораздо меньше у виртуальных тредов. Поэтому вот тут я завел их 100 тысяч аж, и они отработали, 13 секунд, все замечательно, все хорошо. Итак, какое же мы можем сделать заключение? Джава становится лучше. Как бы то, что ее не убивает, делает ее сильнее. Вот. А как бы ее убить может многое что, но на самом деле они поправляют это, они делают это удобнее, и в целом, мне кажется, у них довольно неплохо получается. Поэтому я бы советовал, если у вас старые версии джавы на проектах, ну, на каких-то пытаться ее как-то пробампать и вообще апнуть ее, потому что, блин, это тупо удобнее действительно с ней работать. На этом у меня, пожалуй, все. Всем спасибо за внимание. Не для статистики по версиям джавы, потому что вот эти 17,6% из них, две трети — это восьмая джава, еще процентов 10 — это до восьмой джавы, все остальное — это 11. После одиннадцатой джавы процент со скалой от общего количества, он даже неравный, типа, сильно ниже. Почему люди не приходят на скалу? Почему джава сейчас... Почему джава еще существует как вид? Возможно, причина опять-таки в том, что просто довольно много неповоротливых проектов, и как бы если туда тупо невозможно внести какую-то депендентсию лишнюю, то как бы уж о чем говорить, о том, чтобы на другой язык переходить.